всем привет и добро пожаловать на канал bibitaki dolls вот и закончился клубный год 2021 и совсем скоро начнется регистрация на клубный год 2022 если вы впервые вообще слышите про клубный год про w club про то как покупать куколы интегрити то есть то сначала я вам рекомендую посмотреть видео предыдущего года где я подробно рассказываю о том что это такое и как вообще покупаются куклы интегрити то есть и потом уже вернуться сюда потому что сегодня я расскажу о том что происходило в клубный год 2021 и расскажу какие изменения ждут нас в следующем году для того чтобы вы могли подготовиться к следующему году и принять решение хотите ли вы вступать в этот клубный год и так регистрация в клубный год в прошлом году началась пораньше примерно на месяц раньше чем в этом году и зарегистрироваться в клуб можно было в течение месяца думаю что в этом году будет то же самое и членство в клубе стоило 50 долларов 25 долларов вам возвращали в виде купона который можно было использовать при оплате кукол в этом году купон отменен то есть вы платите 50 долларов за членство в клубе и никаких возвратных купонов у вас не будет при регистрации в клуб нам предлагают выбрать из трех вступительных кукол можно купить как всех трех так и какую-то одну или двух но нельзя купить три одинаковые там 4 одинаковые то есть только в одном экземпляре если вам необходимы две одинаковые куклы то придется покупать два членства при этом можно вступить в клуб не купив ни одной вступительной куклы то есть вы просто оплачиваете 50 долларов за членство и не предзаказывайте ни одной вступительной куклы и в этом году я сделала именно так то есть ни одна вступительная кукла мне не понравилось поэтому я вступила в двадцать первый год без вступительных кукол и давайте посмотрим какие вступительные куклы были в двадцать первом году первая кукла это поппи паркер пинг лимонад цена куклы было 140 долларов и предоплата 25 долларов и остальное вы оплачиваете уже по факту выходу кукол тираж вступительных кукол зависит от того сколько их предзаказали и поппи паркер пинг лимонад вышла в итоге тиражом четыре с половиной тысячи мне понравились аксессуары у этой куклы но на мой взгляд она достаточно простая и мне не очень понравились розовые волосы я и вообще не любитель каких-то неестественных оттенков волос поэтому эту куклу я предзаказывать не стала хотя на лицо она да очень милая но наверное после первого своего опыта вступления в клуб когда мне хотелось купить вообще всех кукол на следующий год я уже подошла к этому более выборочно и не стала брать всех подряд очень тщательно выбирала кто же мне нравится второй куклой стала кукла из линейки фэшн ройалти зовут ее элис жали и называется она бежу эту куклу я тоже не стала заказывать так как в принципе элис не самый любимый мой молд я к нему достаточно ровно отношусь редкая кукла на молде элис мне нравится и судя по итоговому тиражу я была такая не одна так как у нее тираж вышел в итоге 2300 штук стоила она точно также 140 долларов 25 из которых депозит для меня это кукла достаточно холодная по своему типу внешности и немножко не таких кукол я собираю поэтому элис все-таки в мою коллекцию не вписывается и я ее не стала брать и плюс мне не понравился ее аутфит исходя из прошлогоднего опыта я поняла что я буду брать в свою коллекцию только тех кукол которые мне нравятся целиком то есть мне нравится их лицо их прическа их аутфит если что-то из этого мне не нравится то такую куклу я не беру и третье кукла это надя из линейки new face и называется на fit to print здесь кукла мне понравилась и прической и лицом но мне совершенно не понравился ее аутфит и я понимаю что аутфит это примерно половина стоимости куклы и поэтому ее я тоже брать не стала хотя сейчас я думаю что наверное надю стоило тогда взять а потому что ее лицо мне очень действительно нравится вообще нади мне в принципе нравится и они всегда очень хорошенькие их пухленькие губки мне тоже очень нравится здесь тираж вышел 3420 кукол на мир и стоила она абсолютно также 140 долларов 25 долларов депозит в марте пришли новости про базовых кукол integrity toys с ними сейчас творится что-то непонятное вообще неизвестно будут ли они продолжать выпускать тех базовых кукол которые вышли в прошлом году но в начале в марте 21 года нам сообщили о том что появляется еще одна базовая кукла это поппи паркер в сиреневом купальнике вообще мне очень нравится идея базовых кукол я считаю что это прекрасный вариант когда вы еще не уверены хотите ли вы вообще покупать кукол integrity toys если вы не вступали в клуб но не хотите при этом покупать с рук кукол да потому что они становятся естественно дороже с рук и можете купить напрямую integrity toys базовую куклу и посмотреть попробовать вообще нравится ли вам сама кукла базовая кукла поппи паркер вышла однозначно интересный да это простенькая кукла в купальнике здесь нет каких-то особо аксессуаров нет какого-то супер интересного аутфита у нее простая прическа и весь смысл в том что вы можете шить на этих кукол какие-то свои наряды делать для нее какую-то свою прическу то есть это именно базовая комплектация и для поппи паркер я думаю это очень интересная базовая кукла хотя конечно большинство коллекционеров очень любит старую рисовку глазок у поппи паркер такая больше похоже на твигги то есть более кругленькие глазки а здесь макияж он такой лисий глазки и это не так трогательно выглядит как макияж в стиле твигги базовые куклы стоит 99 долларов у них нет ограниченного тиража хотя это тоже неизвестно да потому что если мы говорим о том что те базовые куклы которые уже выпустились больше перепускаться не будут тогда тираж получается ограниченным хотя и довольно большим принципе тираж получился в таком случае близок к вступительным куклам в конце марта нам предложили поучаствовать в лотерее для получения права на покупку набора из двух кукол из линейки джем и голограммы эта линейка связана с комиксами мультсериалами я если честно не очень хорошо знаю предысторию этой линейки потому что джем и голограммы ни о чем мне не говорят я никогда не видела этого в какой-то культуре но точно абсолютно у этой линейки есть свои фанаты наверняка люди которые там смотрели мультсериал я так понимаю они были бы рады получить такую куклу я на линейке джем и голограмм вообще не обращаю внимание они очень яркие они в такой стилистике 80-х что не является это моей любимой стилистикой я больше люблю либо современный строгий стиль либо какой-то шик гламур но сейчас уже современный либо мне нравится стилистика 60-х вот 80 это не то что я люблю а джем и голограммы это всегда такие идеальные куклы из 80-х и набор из двух кукол можно было выиграть в лотерею то есть право на покупку и в таком случае для членов клуба она стоила 240 долларов в обычной жизни для всех остальных она стоила 290 долларов и честно говоря каждый раз когда вижу презентацию новых кукол джем и голограмма мне все время нравятся какие-то единичные вещи из гардероб или какие-то аксессуары то есть мне все время что-то хочется из этих наборов но не всю куклу целиком а какие-то отдельные элементы и в этом наборе мне например безумно нравятся брюки белые с розами мне нравится синее платье со звездами и мне понравились черные туфельки на кукле с розовыми волосами точнее даже мне наверное больше нравится как это выглядит в целом то есть как эти туфельки выглядят на ножках джем и голограмма и 20 марта нам показали новых кукол из коллекции new face от дизайнера джейси айла я долго смотрела на этих кукол думала хочу ли я их купить в итоге так и не стала заказывать и моя логика была что эти куклы не запали мне в сердечко год еще будет очень длинный кукол будет еще очень много и я смогу точно заказать что-то более интересное честно говоря сейчас уже пройдя весь кукольный год и зная сколько кукол я в итоге смогла купить совсем не то количество которое хотелось бы намного меньше я сейчас уже смотрю на этих кукол не фейс и думаю ну надо было заказать ну что же ну интересные были куклы почему я их не стала заказывать но в тот момент когда я ожидала что клубный год будет насыщенным будет много интересных кукол я решила что если есть какие-то сомнения то не нужно покупать возможно это и правильно возможно эти куклы бы пришли ко мне и в итоге встали бы на полку я бы может быть на них не обращала бы внимание но где-то внутри и у меня все равно есть какое-то сомнение что может быть стоило может быть надо было их купить и расскажите как вам эти куклы вообще понравились они вам или нет хотели вы их в свою коллекцию или нет может быть приобрели может быть они живут у вас на полочке и радуют вас и мне первой стала блондинка Райна с черным макияжем в черных латексных одежках мне здесь понравился рюкзак в виде мишки если честно это все да мне нравится она на лицо и прическа у нее очень даже неплохая но ее outfit меня смутил он достаточно агрессивный и это опять же не та стилистика которую я люблю в куклах Integrity Toys именно поэтому я ее не стала заказывать тираж этой куклы 1200 штук на мир и ее стоимость 160 долларов купить эту куклу можно было через официальных дилеров Integrity Toys что касается дилеров в этом году предполагается что продаж через дилеров будет меньше чем обычно то есть Integrity Toys будет большую часть кукол продавать через свой магазин а не через дилеров лично меня это радует потому что покупка кукол через дилеров это не всегда удобно и я пользуюсь например складом и мне бы было удобнее отправлять одной посылкой из одного магазина на свой склад чем из разных ну и в принципе да когда вы покупаете в разных магазинах это разные аккаунты вам везде где-то что-то нужно отслеживать и это не всегда удобно поэтому я через дилеров вообще покупать не очень люблю и для меня это хорошая новость хотя наверное кого-то она тоже расстроит и второй куклой стала Alejandro Luna с очень длинными темными волосами в золотистом аутфите и здесь я тоже смотрела смотрела и вот ее я жалею что не купила если Райну как-то нет не особо она так и не оставила у меня каких-то впечатлений особых то Alejandro Luna да я жалею что я не купила она была действительно хорошенькой и почему я не разглядела этого сразу я не знаю расскажите кто вам нравится больше Райна или Alejandro в этой коллекции кого бы вы купили или может быть уже купили то есть кто вам понравился больше здесь было то же самое то есть это тоже тираж 1200 штук за 160 долларов с покупкой у дилеров в апреле нам представили еще одну базовую куклу и на этот раз это уже была кукла New Face это была Lilith Blair с темными волосами и в голубом таком спортивном костюмчике наверное для занятий йогой или что-то вроде того то есть это тоже бельевая кукла кукла в купальнике и она тоже стоила 99 долларов и у нее не было не было лимитированного тиража но повторюсь возможно тираж в итоге стал лимитированным если больше не до грязи то есть выпускать их не будут эту куклу я заказывать не стала так как вообще в принципе не являюсь большим поклонником линейки New Face мне не очень нравятся их тела на лицо они бывают очень красивыми но вот сама фигурка мне нравится больше у линейки Fashion Royalty и поэтому единственная базовая кукла из всех что я купила это была как раз таки кукла из линейки Fashion Royalty и в конце апреля нам представили еще один набор из двух кукол джем и голограммы тоже невероятно яркий в духе восьмидесятых и стоил он 290 долларов с ограниченным тиражом в 600 кукол на мир здесь тоже была система где можно заплатить не 290 а 240 долларов для этого нужно было успеть попасть в гугл форме заполняешь свои данные если успеваешь за несколько секунд на самом деле как работают эти гугл формы то выплатите за нее 240 долларов если нет то она становится 290 и вот конец апреля и я жду новую коллекцию ИСТ 59 я очень люблю эту коллекцию и мне кажется что это одна из самых стильных коллекций жду 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 и выясняется и первая кукла это леди Аурелия Граи для меня она чересчур взрослая вообще эта коллекция предполагает что куклы будут более взрослые то есть это уже взрослые дамы а Аурелия в этом образе мне показалась ну совсем уж взрослой какой-то очень чрезмерно строгой и поэтому ее я заказывать не стала кукла была с ограниченным тиражом 550 штук на мир стоила она 160 долларов и продавалась через дилеров вот кукла Виктуар Фром мне понравилась и у нее была та же самая история то есть это тоже 160 долларов тираж 550 штук на мир и продавалась она через дилеров но что-то я честно говоря не помню что произошло и то ли когда я зашла их уже раскупили то ли я просто не смогла ее купить по какой-то причине в общем я не могу вспомнить сейчас что произошло но почему-то эту куклу я не смогла купить хотя я хотела это сделать потому что она мне понравилась честно говоря не буду врать я не помню точно что произошло но в общем кукла мне тоже не досталось вообще кукла мне не досталось это прям красной нитью идет по всему клубному году 20-21 потому что для меня клубный год вышел не очень удачный за весь клубный год я не выиграла ни одной лотереи ни одной в прошлом году я выиграла во всех лотереях в которых захотела поучаствовать в этом году ни в одной и третью кукла это август газ блэйк и у меня что-то не складывается с куклами мальчиками интегрити то есть я очень хочу себе в коллекцию завести кукол мальчиков но все время что-то не складывается мне не нравится либо лицо либо аутфит а так чтобы сложилось все в одной кукле как-то никак не получается и в этот раз мне очень нравится аутфит но на лицо он мне не понравился так мои девчонки и чисто в женской компании и живут и здесь то же самое тираж 550 штук на мир за 160 долларов продажа была через дилеров и в самом конце апреля нам представили базовую куклу фэшн ройалти это баронесса агнес фон вайс за 99 долларов и эту куклу я купила попала во вторую волну то есть она ко мне пришла уже ближе к осени и ее распаковку можете посмотреть либо здесь либо здесь не знаю где будет эта подсказка но где-то там наверху кукла красивая она мне очень нравится она мне безумно радует на самом деле когда она в итоге вписалась в мою коллекцию я даже не вспоминаю о том что это была именно базовая кукла с каким-то простым набором одежды аксессуаров потому что все кукол я переодеваю я играю со своими куклами и поэтому уже как-то воспоминание о том что она там была в какой-то простецкой коробке их уже нет она слилась со всеми остальными куклами в коллекции и люблю я ее абсолютно так же как и всех остальных и вот на дворе уже июль и нам предложили куклу которую разыгрывали в лотерее от дизайнера марка тинки это новая фантазийная коллекция это куклы волшебницы и здесь была выпущена кукла ванесса перин в образе волшебницы голдуньи кукла интересная но совершенно абсолютно не вписывается в мою коллекцию и это такая кукла которую нужно просто поставить на полку то есть вы ее поставили и смотрите на нее это не моя история потому что своих кукол я переодеваю двигаю играю с ними вожу их в отпуск то есть я с ними взаимодействую у меня нет кукол которые просто стоят на полочке я имею ввиду кукол интегрити то есть потому что из других марок у меня да есть такие куклы но если говорить про интегрити то есть то нет я с ними играю и в этом случае кукла явно не для этого то есть весь ее образ он для того чтобы ее вот поставить и не трогать хотя кстати к моим элефисанте она вот отлично бы подошла и рядышком бы они стояли но эту куклу я решила пропустить с огромным сожалением вообще посмотрела на этот выпуск потому что ну какова вероятность что выпустят несколько ванесс за год и вот я вижу что мою любимую ванессу я обожаю молд ванессы берин выпускают в форме колдуньи и скорее всего на этот год это все и мне было как-то грустненько от этой новости то есть кукла продавалась через лотерею с правом на покупку вы участвуете в лотерею если выиграли ее то можете ее купить ну точнее обязаны да не участвуйте в лотереи если вы не готовы потом покупать эту куклу тираж у нее был довольно большой 1500 штук и стоила она 199 долларов кукла однозначно интересно у нее красивый цвет волос очень красивый макияж если бы она была не в формате такой фэнтезийный куклы то да конечно же ванесса поехала бы ко мне но нет снова нет то есть вы понимаете да идет уже середина года июль заканчивается а у меня из всех предзаказов это базовая агнес и больше пока ничего 26 июля наконец-то сказали о том что выпущенная виолайн перин в том самом красно-черном костюмчике наконец-то ее можно оплатить и получить что я и сделала безумно рада этой кукле тоже вместе с вами и открывали тоже если пропустили то посмотрите как это происходило очень красивая кукла безумно мне нравится и конечно же с гениальным просто чемоданчиком коробкой чемоданчиком который можно использовать в дальнейшем а если вы пропустили это видео то скорее всего вы не подписаны на канал а значит стоит на него подписаться итак 21 августа и нам сообщают что сейчас покажут первую клубную куклу за год выходит 5 клубных кукол и вот этой кукле я была безумно рада потому что это темнокожая поппи паркер палм спрингс цена ее 165 долларов 25 долларов депозит остальное доплачиваем после выхода когда вы уже выкупаете куклу это очень красивая поппи паркер в ярко-голубом платье с вышивкой и она такая действительно отпускная расслабленная и для меня очень красивая я не знаю может быть секунды три думала над покупкой и эту куклу предзаказала и вот моей коллекции 2021 уже вторая кукла и в конце августа нам предложили купить еще двух кукол и первая это была поппи паркер в карнавальном оранжевом платье мне эта кукла показалась проходной во-первых она повторяет куклу двадцатого года просто в другом цветовом решении я ее пропустила тогда то есть тоже как-то не обратила внимание и в этом году тоже не стала ее брать обе куклы лотерейные с тиражом 1000 штук на мир по стоимости 175 долларов в этой лотерее участвовать я просто не стала так как эта кукла меня не захватила и зачем я буду участвовать просто так брать куклу которая мне не особо понравилась пускай лучше в лотереях участвуют те люди которые действительно хотят получать эту куклу и вторая поппи паркер с очень красивыми блондинистыми волосами в черном вечернем платье это тоже лотерея то есть здесь я тоже не посчитала что она для меня очень интересно и тоже не стала участвовать в этой лотереи в лотереи должны участвовать только те люди которые действительно очень хотят получить эту куклу для них это повышает шансы да вы не мешаете этим людям выиграть куклу которую они действительно сильно хотят и вот 24 сентября нам представляют вторую клубную куклу представьте мое удивление это снова ванесса перим сначала я очень обрадовалась потом посмотрела и еще сильнее расстроилась тут уже мне стало понятно что точно ванесса верим за этот год больше не будет и это все и кукла вышла в честь двадцатилетия линейки fashion royalty и поэтому это королевская кукла все очень логично она в королевском наряде с короной в больном платье вся в золоте но я очень спокойно отношусь к куклам в каких-то вечерних бальных платьях это опять же эта кукла для того чтобы ее поставить на полку и любоваться на нее я не очень такое люблю то есть мне нужно чтобы я могла их переодеть раздеть поменяться одежками все они могли для того чтобы не было весело интересно с ними играть а кукла которая просто стоит на полке для меня не очень интересно и вот эта кукла тоже была снова куклой для полки хотя наверное такой и должна быть кукла в честь 20-летия линейки хотя вот куклу поппи паркин на десятилетие линейки я покупала и она есть в моей коллекции я ее очень люблю и да она активно меняется у меня одежками со всеми остальными у нее было вечернее платье но она не было не настолько какое-то королевское витринное и эту куклу я кстати тоже вместе с вами распаковывала ссылка будет либо здесь там наверху где-то либо если ее там не появилась значит она внизу в описании к видео кукла поппи паркер миднайт декаданс кукла это было кстати говоря не дешевая она стоила 199 долларов то есть это уже дороже чем обычно стоит кукла фэшн ройалти тираж ее не ограничен был то есть сколько заказали столько их и делают в октябре нам предложили купить прелестнейший набор чемоданов для кукол и это была моя третья покупка за год такой набор чемоданов я хочу сама себе что уж там для кукол конечно же я его тоже предзаказала он пока не вышел пока не готов я надеюсь что он успеет прийти ко мне до отпуска и в отпуск уже мои куклы поедут с настоящим набором чемоданов набор чемоданов просто прелестнейший белый с такими бежевыми ремешками и здесь чемоданы на все случаи жизни всех размеров и форм и набор такой стул 150 долларов предзаказать его могли члены клуба все абсолютно кто хотел по одному набору на каждое членство то есть тираж его не ограничен вообще по поводу тиражей в двадцать втором году нас предупредили что тиражей в принципе будут расти им как и цены будут расти и для многих это повод для расстройства мы чуть попозже когда дойдем до конвенции я расскажу вам еще про конвенционную куклу там будет много изменений но по поводу тиражей для меня это не какая-то проблема то есть я в принципе не особо обращаю внимание на тираж куклы честно говоря в моей коллекции есть куклы с тиражом 2000 штук есть куклы с тиражом 500 штук 600 и для меня абсолютно все равно то есть когда они уже вписываются в мою коллекцию перемешиваются до становятся моими родными я уже не помню даже какой у них тираж и для меня они абсолютно одинаково ценные конечно если я там вы человек который коллекционирует кукол хранит их в коробках не достает их оттуда и хочет там на старости лет все это продать и разбогатеть для вас важен тираж возможно важен тираж если у вас именно такой дух коллекционирования да купить что-то очень уникальное очень ограниченное то для вас важен тираж моем случае нет это неважно поэтому новости о том что тиражи будут увеличены нет меня не расстраивает скорее может быть даже радует потому что это означает что людей которые увлекаются куклами integrity toys будут будет становиться все больше а тем ведь интереснее это значит мы увидим больше интересных каких-то видео фотографий с этими куклами само сообщество коллекционеров этих кукол будет расти это интересно а еще это позволит компании integrity toys увеличивать свои доходы а если компания увеличивает свои доходы значит она может расти и развиваться и это тоже однозначно хорошо далее нам предложили поучаствовать в еще одной лотереи и это лотерея в которой я участвовала очень хотела победить очень хотела купить эту куклу но не вышло я не выиграла право на покупку и кукла ушла мимо меня это была баронесса агнес фон вайс потрясающе красивым таком серебристом сером платье такая платиновая она абсолютно платиновая эта кукла и она с конвенции двадцатого года и здесь была лотерея для всех членов клуба стоила эта кукла 175 долларов и ее тираж был всего 600 штук на мир и учитывая что количество членов клуба в этом году практически в два раза больше чем в двадцатом то и соответственно шансы выиграть лотерею становится меньше 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 и поэтому тираж в 600 кукол это прям совсем мало и и шансы что вы выиграете очень малы и здесь я куклу не выиграла к сожалению она не попала в мою коллекцию в середине октября нам представили коллекцию метеор это относительно новая коллекция всего два года и в этой коллекции было представлено три куклы к сожалению ни одна из них меня тоже не зацепила здесь эстетика двадцатых годов вообще мне нравится стилистика двадцатых годов но в этом случае что-то не зацепила и первая кукла это navi черноволосый с такой действительно прическа из двадцатых вот прическа мне очень понравилось мне не очень понравилось само лицо сам макияж но прическа классная хотя и платье тоже классная и это была кукла которая продавалась через лотерею и ее тираж был тысяча штук на мир по цене 160 долларов если бы эта кукла была на другом молде если бы это было не navi то скорее всего я бы участвовала в этой лотереи потому что сам образ мне нравится но вот молд на ави но точно не мой вторая кукла с невероятно пышной прической это зури и продавалась она через дилеров ее тираж был точно такой же тысяча штук на мир и продавалась она по цене 160 долларов и вообще-то зури мне нравится сам молд но здесь мне кажется для нее был выбран не очень удачный макияж не очень удачный цвет волос и поэтому она мне тоже не понравилась и ее я покупать тоже не стала хотя молд зури мне очень нравится и мне очень нравится идея с зубками которые они сделали для нее и еще одна кукла которую можно было купить у дилеров это амира то же самое тысяча штук на мир 160 долларов и эта кукла наверное мне понравилась больше всех из всей этой коллекции но не настолько чтоб я ее купила здесь честно говоря мне больше всего смутило двуцветные волосы на мой вкус лучше было бы если бы они были просто однотонные коричневые зачем было делать с одной стороны одного цвета с другой другого для меня не очень понятно хотя сама кукла вышла очень гламурный и красивый и в середине октября выходит еще один кифсет джем и голограммы рокси готова громыхать по стоимостью 240 долларов эта кукла продавалась тоже через лотерею и тираж или был достаточно маленьким 600 кукол на мир и повторюсь джем и голограммы я не собираю поэтому и в лотерее ты не участвовала но надо признать что набор вышел прям прелестнейший монт висе розовенький красивенький мне прям понравилось если бы я коллекционировала кукол джем и голограммы то этот набор однозначно бы себе захотела в ноябре нам предложили куклу портретную куклу трикси это драквин достаточно известная вообще интегрити то есть выпускают именно драквин например рупол были очень интересной куклой и теперь это трикси для фанатов точно интересные красивые куклы на мой взгляд очень похоже получилось сумели передать ее образ и я если честно в полнейшем восхищении от ее прически кукла действительно классная надеюсь что фанатам трикси она приглянулась и теперь живет у них на полках и кукла это стоило 145 долларов тираж ее определялся тем сколько человек закажет эту куклу и вот 13 ноября и нам обещают еще одну куклу и на одна из моих любимейших кукол я обожаю этот молд но это снова коллекция фантазия то есть это снова ведьмочка и да как ведьмочка она прекрасна единственная ведьма которая есть в моей коллекции это малифисента от ход то есть и пожалуй больше других ведьм мне не нужно это кукла продавалась путем лотереи ее тираж был 1500 штук на мир то есть достаточно большой тираж для этой лотереи поэтому я надеюсь что все кто хотел ее все получили цена ее было 199 долларов если честно в этой кукле я не могу даже узнать адель македо я смотрю на нее и то есть я знаю что это молд адель македо но я смотрю на эти фотографии я не вижу ее там а дальше нам снова предлагают куклы из линейки джем и голограммы и три варианта аутфитов для нее сама кукла стоила 155 долларов а набор одежды из трех вариантов аутфитов 135 долларов а дальше произошло что-то странное потому что нам пообещали что 15 ноября на сайте netoparte интернет-магазин британский можно будет купить две куклы от джейсона ву кукла аймелин в прошлом году я покупала такую куклу совершенно случайно сумела ее поймать и это было большое счастье и в этом году тоже хотела это попробовать сделать кукла выходила на пледном скинтоне и на темном скинтоне тираж каждой куклы 500 штук на мир и стоимость ее достаточно высокая это 250 долларов за одну куклу но ничего не произошло 15 ноября никакой куклы не появилась я сидела наверное еще и 15 и 16 в общем я ждала все время обновляла эту страницу netoparte пыталась поймать эту куклу но ее так и не появилась она появилась значительно позже и честно говоря я и уже просто не стала даже ловить хотя кукла мне очень нравится красивая действительно кукла и в обоих вариантах в общем-то я даже не знала какую я больше хочу ту или другую перенос даты о которой никто ничего не объяснил да и когда я сидела три дня пыталась поймать эту куклу они меня как-то немножко деморализовали и в итоге покупать я ее расхотела я думаю что вообще эта тенденция продавать кукол джейсона в через netoparte она продолжится это происходит уже второй год подряд и я так понимаю что это будет и дальше там по одной две куклы видимо в год он будет выпускать жаль конечно что это не в формате самого магазина integrity toys да что то происходит через британию потому что вывоз через британию это тоже свои определенные сложности хотя данное тапарте привозят напрямую в россию но это получается достаточно дорого в плане доставки плюс вам еще нужно будет заплатить растаможку еще раз потому что кукла достаточно дорогостоящая 15 ноября показали куклу для японского рынка это кукла мисаки вообще кукла очаровательна мне нравится кукла мисаки пока что в моей коллекции ни одной нет я пока на них смотрю думаю об этом но пока еще ни одно не покупала хотя коллекция интересная но она предназначена именно для японского рынка зачастую продается через японских дилеров а дальше происходило событие конвенции про конвенцию я рассказывал отдельно вот в этом вот видео где-то там то есть если вы хотите подробнее узнать о том что происходило на конвенции то просто посмотрите отдельно я не буду все это заново повторять так как информации достаточно много и конвенция это то что ждет наибольшее количество изменений в двадцать втором году и здесь несколько новостей во-первых конвенция продолжится в онлайн формате они не будут возвращаться к живому мероприятию и лично меня это безумно радует потому что на живое мероприятие я попасть не могу а вот на онлайн мероприятие очень даже могу если повезет потому что в этом-то году мне не повезло и я не получила все-таки свой билет то есть шансы намного возросли во вторых сам формат конвенции меняется то есть на конвенцию будут допущены уже все члены клуба то есть это не какой-то отдельный билет а все члены клуба смогут следить за происходящим на конвенции и вот дальше пока честно говоря маловато информации не очень понятно как это будет происходить часть кукол будет представлена для всех на предзаказ а часть кукол будет разыгрываться в лотерею то есть в любом случае тираж кукол конвенционных будет больше и я видела в разных кукольных сообществах что люди этим недовольны и честно говоря не очень понимаю почему получить конвенционную куклу достаточно сложно и на вторичном рынке очень дорогая но если эта возможность будет больше да если мы сможем попадать на конвенцию сможем предзаказывать этих кукол сможем выигрывать в лотереи вне зависимости там от того есть у нас билет нет у нас билета то шансов больше и большее количество людей смогут получить разных конвенционных кукол да возможно будет меньше людей которые смогли искупить всю линейку конвенционных кукол да но будет больше людей у которых есть хотя бы частичка вот этой конвенции на мой взгляд это интереснее конечно же это событие перестает быть таким каким-то очень закрытым супер клубовым каким-то мероприятием да на которым можно попасть только 600 человек 800 человек сколько подать на конвенцию но с другой стороны это еще больше кукол которых мы можем выбрать себе в коллекцию это на мой взгляд прекрасно не знаю что вы вообще об этом думаете радует вас это или нет потому что меня это радует но я вижу что других коллекционеров вообще нет 13 декабря мне пришло письмо о том что кукла 20 года Натали Фаталь готова ее можно получить и ее как раз тоже оплачивала и получала посылка была такой вымоченный попала ко мне только в феврале и ее мы тоже вместе с вами открывали тоже есть об этом отдельное видео вообще все ссылки на разные видео я оставлю внизу в описании потому что не уверена что там сверху все могу присоединить в таком количестве поэтому все продублирую внизу и 21 декабря нам показали третью клубную куклу и это оказался мальчик это лукас из коллекции ньюфейс стоит он 180 долларов здесь тираж ограничивается количеством предзаказов на дайте куклы я думала наверное дольше всего все еще очень нужен мальчик в коллекцию снова смотрела смотрела и подумала нет это не он не тот не того самого я ждала подождем немножко еще и дальше интегрити то есть ушли на зимние каникулы обычно прям перед рождеством не устраивают доли days то есть это еще такая вроде как мини конвенция для участников клуба где представляют новых кукол которых тоже можно предзаказать но в этом году доли days перенесли и они происходили в январе и стартовали доли days 17 января это был первый из пяти дней доли days всегда длятся пять дней и честно говоря это было немного странно потому что обычно доли days да там у вас каждый день представляют по какой-то новой кукле и представьте первый день доли days очень долгожданный и нам предлагают купить сменные тела для кукол я была настолько шокирована что не предзаказала тело которое мне действительно было нужно для замены но кстати стоимость сменного тела 40 долларов что в общем-то довольно бюджетно и если у вас что-то случилось с телами то интегрити то есть периодически выпускают вот эти сменные тела и предлагают их на продажу и просто где-нибудь запомните запишите себе какой именно оттенок какой кукле вам нужен если у вас приключилась какая-то беда и вам нужны сменные тела для того чтобы в какой-то момент когда да им дарите то есть предлагают эти сменные тела вы были готовы в панике не искали что же вам там нужно какой-то был цвет а могли спокойно посмотреть свой списочек и предзаказать я лично тоже это сделала правда поздновато когда уже все это прошло и в итоге осталось без тела но вообще зря жаловалась потому что сейчас посмотрела внимательно и поняла что тело которое нужно было мне его и нет а дело в том что у меня произошла беда с куклой попи паркер птичка бёрд прити бёрд вступительная кукла двадцатого года если вы покупали эту куклу не храните ее на полке в ее красных гольфах потому что мою куклу они окрасили и стопы у моей куклы стали красненькими собственно это тело я хотела поменять но скорее всего просто на ebay куплю отдельные стопы потому что сами ножки не окрасились окрасились только стопы и скорее всего буду просто докупать стопы и менять их но в общем если у вас есть это эти гольфы то ни в коем случае в них не оставляйте куклу второй день доли days был еще более странным потому что вместо отдельных кукол нам показали четвертую клубную которую и так должны были показать но кстати эта кукла мне тоже очень понравилась и я ее тоже предзаказала она прямо в комплекте с предыдущей попи паркер palm spring то есть это кукла из одной коллекции это тоже кукла попи паркер смугленькая с красивым цветом волос очень ярком костюме пайетках такая тоже отпускная расслабленная веселая у нее есть в комплекте чудеснейшая розовая шуба чем милейшая кукла и обеих кукол palm springs я пред заказала ждем их в двадцать втором году и конечно же обязательно их вместе распакуем кукла это стоило 160 долларов тираж ее соответственно ограничивается количеством предзаказов и итоговый тираж мы узнаем уже только когда кукла придет третий день доли days стал значительно пободрее потому что нам показали сразу несколько кукол из линейки из 59 их 4 одна предлагалась через лотерею а 3 через дилеров мне безумно понравилась кукла которая предлагалась через лотерею это кукла кэролина ее тираж был 7 750 штук на мир и стоила она 160 долларов и право на покупку разыгрывалась через лотерею я участвовала в этой лотерее безумно хотела выиграть но к сожалению нет это очень красивая кукла мне не досталось мне безумно жаль она просто покорила мое сердечко вторая кукла de la rue уже продавалась через дилеров очень зимним элегантным голубом костюмчике ее стоимость 160 долларов и тираж тоже ограничен 750 штук на мир третья невероятно яркая красивая кукла в таком испанском стиле честно говоря не знаю как правильно произносится это имя но я бы это прочитала как миф раша но возможно я не права ее тираж тоже 750 штук на мир стоимость 160 долларов продажи через дилеров четвертая кукла в розово-салатовом костюме и это эвелин ливертон тираж 750 стоимость 160 продажи через дилеров я долго думала кого из них покупать сначала думала всех первым делом я бросила куклу в голубом потому что не очень понравился ее outfit думала оставить двух долго-долго смотрела 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 в итоге оставила только эвелин и предзаказала ее у куклы в розовом не безумно нравится outfit но на лицо она мне не очень понравилась поэтому я решила нет возьми себя в руки и закажи ту куклу которая нравится тебе целиком и поэтому эвелин мы ждем тоже в двадцать втором году и вместе с вами откроем четвертый день доли days принес нам невероятно красивую элис жалей это тот случай когда элис мне прям понравилось мне так понравился ее outfit мне так понравилось как она выглядит то есть как у нее сделан макияж как сделана ее прическа и эта кукла разыгрывалась в лотерею тираж ее был достаточно большой 1500 штук на мир стоила на сто восемьдесят долларов и для покупки нужно было выиграть в лотерею я тоже участвовала очень хотелось эту куклу и в этой лотерее снова не выиграла у меня прям весь двадцать первый год вышел таким что я не выиграла действительно ни одной лотереи в которой поучаствовал это очень обидно потому что эту куклу действительно я хотела в свою коллекцию и именно поэтому я призываю всех кто участвует в лотереях если вы не чувствуете прям сильной тяги к кукле да если она такая ну может быть ничего то не стоит участвовать в лотереях вы уменьшаете шансы тех людей которым эти куклы безумно понравились хотя конечно я не исключаю что все во всех лотереях в которых я участвовал этих кукол безумно хотели все и поэтому ничего не вышло я не выиграла и пятый день доли days честно говоря я тоже в общем-то пропустила потому что первое кого нам представили это мальчишка интегрити то есть роман перин я посмотрела на него снова меня никак не вдохновил и я решила нет это не мое и вторая кукла которую нам предложили это зури из линейки метеор и к ней нужно было выбрать набор париковка не очень понимаю паричковых кукол мне это не очень нравится я не хочу вообще с этим заморачиваться я хочу чтобы мои куклы сразу были прошиты волосы не нужно было ничего менять никаких париков поэтому эту куклу я тоже пропустила мальчонка стоил 175 долларов его тираж определялся количеством предзаказов и зури было то же самое то есть это тоже 160 долларов тоже тираж по количеству предзаказов набор париков стоил 75 долларов ну и фактически закончился клубный год пятый клубной куклой и это было такое очень приятное завершение года потому что кукла действительно красивая я ее тоже предзаказала тоже ждем ее и вместе с вами будем открывать кукла интересная детализированная необычная и это лили блэр из коллекции new face темнокожая с потрясающей прической оля микки маус и с огромным количеством разных деталей в аутфите очень ее жду она мне действительно приглянулась и что можно сказать в целом о клубном коде 2021 он был не такой насыщенный как предыдущий наверное сказывается пандемия и возможно есть какие-то ограничения на производство и конечно этот клубный год мне подрадовал не так сильно как прошлый и чувствуется что количество участников клуба увеличивается и наверное с такими объемами интегрити то есть пока не очень хорошо справляется очень обидно что становится все больше лотерейных кукол я никак не могу выиграть то есть которые все время проходит мимо меня и ты видишь очень красивую куклу но нет хорошо ладно не в этот раз но с другой стороны есть и клубные куклы которые вы можете предзаказывать вступив в клуб в этом году я снова обязательно буду вступать в клуб мне интересно что же будет в двадцать втором году произойдет это совсем совсем скоро и спасибо что посмотрели это видео надеюсь вам было интересно расскажите каким был ваш год 2021 кого вы поселили в своей коллекции может быть это были куклы не интегрити то есть или может быть вы собирали интегрити то есть не вступая в клуб или может быть вы вступили в клуб и даже на конвенцию попали выиграли всех лотерейных кукол и вам больше повезло чем мне расскажите что происходило с вами и большое спасибо что посмотрели до конца это видео и встретимся совсем скоро и ждем новостей какими же будут вступительные куклы 2022